ХЗБ, Амбрелла, Немастор, Больница-убийца или Больница-смерти. Как только в народе не называли здание Ховринской больницы, которая почти 40 лет остается заброшенным. Бетонный 11-этажный исполин с пустыми глазницами и окнами наводил ужас на всю округу. Легенды об этом месте вышли далеко за пределы Ховрина и Москвы. Эту больницу нередко включают в рейтинг самых жутких и опасных мест России или даже мира. Сегодня я расскажу о том, что долгие годы скрывалось за забором и колючей проволокой знаменитого недостроя. Привет, меня зовут Ти и я люблю собирать жуткие истории, городские легенды и мистические теории. Я приглашаю тебя прогуляться в мрачные закоулки, туда, где ткань реальности особо тонка, и через нее можно заглянуть прямо в бездну. Смело следуй за мной, но помни, есть одно правило – не оборачивайся. Больница – это край чудес. Зашел в нее и там исчез. Ховринская больница утопает в граффити, и некоторые из них уже стали легендарными. Действительно многие, переступившие порог этого здания, не смогли вернуться обратно. По некоторым данным, ХЗБ за историю своего существования забрала более 800 жизней. Но не будем забегать вперед и разберемся совсем по порядку. Этот объект начали строить в 80-х и планировали сделать чуть ли не главным многопрофильным медицинским центром в СССР. Только вдумайтесь – 1300 коек. Для сравнения, в ней из Клифосовского – чуть более 900. Вертолетная площадка – 11 этажей. Здание выполнено в стиле брутализма – популярного модернистского архитектурного направления тех времен. Три длинных крыла, расходящиеся из центра в разные стороны, образовывали трехлучевую звезду. И хотя архитектурный облик больницы сейчас может показаться странным и вызывать некоторые вопросы, у него четко прослеживающаяся функциональность. Веерное расхождение корпусов было создано для удобного распределения пациентов по палатам из приемного покоя, а во внутренних дворах образовывалось тихое, закрытое пространство для прогулок. Строительство шло бодрым темпом, и уже через пять лет здание было почти готово принять первых пациентов. У некоторых корпуса завезли мебель и повесили таблички на кабинетах, но внезапно стройку остановили. Почему? На это существует несколько версий. Одна из самых вероятных и одновременно банальных – это простая нехватка финансирования. По другой версии, здание начало уходить под землю. Существует легенда, что раньше на месте ХЗБ были церковь и кладбище, и потому больница проклята. Но на самом деле там не было никаких построек, только ручей и болота. И то ли архитекторы не учли неблагоприятную почву, неподходящую для строительства 11-этажного здания, то ли болота неправильно осушили, но подвалы начало затапливать. Амбициозный проект заморозили, а по периметру стройки выставили военных. Это сразу вызвало подозрения. Начали говорить о том, что в стенах больницы находится какой-то секретный морг. Или может быть даже подземная многоуровневая засекреченная лаборатория, в которой испытывали искусственные вирусы. Действительно, зачем выставлять военных вокруг недостроенного здания? Кроме того, данная версия также может объяснить то, почему на эту безлюдную территорию много лет поступала горячая вода. Рождению этого мифа также способствовала необычная форма здания. Сверху напоминающая знак биологической угрозы. Сам этот символ был разработан в 1966 году американской компанией Doe Chemical. Но в России это сходство заметили после выхода серии игр Resident Evil, где этот знак часто встречался в лабораториях вымышленной корпорации Umbrella, крупного производителя фармацевтики, который под этим прикрытием занимался попытками создания сверхчеловека и продажи биологического оружия, побочного продукта исследований. По сюжету игры основатели компании пытались улучшить человечество при помощи вымышленного вируса «Прародитель». При этом создали несколько штаммов этого вируса, которые при заражении превращали большую часть людей в зомби, а некоторых в монстров-мутантов. Ходят слухи, что внешний вид Ховринской больницы вдохновил создателей Resident Evil, а за ХЗБ в народе закрепилось еще одно название – Umbrella. Другая интерпретация необычной формы здания связана с дьяволопоклонничеством. Якобы в ней было зашифровано число зверя – 666. Гексограммами, пентаграммами и другими зловещими знаками пестрели стены Ховринского недостроя. Следы присутствия сатанистов находили на нижних этажах и подвальных помещениях. С ХЗБ связывают полумифическую секту Немастор. Это слово можно было часто встретить среди прочих граффити. По легенде, Немастор возник в начале 90-х. В Ховринку же они перебрались из Битцевского парка и оборудовали в подвале свою церковь, где служили черные мессы. Кто не в курсе, это такой сатанинский ритуал, в котором переворачивается и высмеивается христианская месса и ее символы. Часто во время этих обрядов проводятся жертвоприношения. Члены Немастора во славу сатане убивали животных, а затем, почувствовав свою безнаказанность, пошли еще дальше. Они начали заманивать людей в заброшенное здание как для жертвоприношений, так и для убийств просто ради забавы. Нередко они насиловали своих жертв перед тем, как убить, а после смерти могли поджарить их мясо на костре и съесть. Иногда поджигали еще живого человека. В правоохранительных органах далеко не сразу узнали, что на территории больницы ежедневно проходят ритуальные убийства. Для проживания сатанисты облюбовали подвальные помещения, в которые не проникал солнечный свет. До сих пор стены пятого этажа главного корпуса больницы обильно расписаны сатанинской символикой, а излишне впечатлительные жители Ховрина говорят, что внутри ХЗБ можно услышать детский плач и голоса неупокоенных душ. Чтобы прогнать сатанистов из больницы, потребовался целый штурм со светошумовыми гранатами и автоматчики спецназа. По одной версии сектантов расстреляли, по другой загнали в подземный тоннель, в который затем пустили воду. Как бы там ни было, на деле подземные этажи давно затопили грунтовые воды. В течение нескольких лет зимой в одном из залов даже существовал экстремальный каток. Я не берусь судить правдивость этой легенды, но она довольно серьезно впилась в мифологию ХЗБ. Еще одна трагическая история связана с сектой сатанистов. Местные жители рассказывают, что пожилая женщина, потеряв свою собаку, нашла ее в одном из бетонных залов ХЗБ. Замученное животное со связанными лапами лежало на потрескавшихся плитах рядом с другими мертвыми зверями. Пенсионерка отправилась в милицию. Сотрудники несколько дней проводили рейды, но задержать так никого и не удалось. Тогда женщина в одиночку решила отыскать преступников, но сама попала в одну из больничных ловушек. И там и погибла. Другой случай был зарегистрирован в 2005 году, когда 16-летний подросток Алексей Краюшкин поднялся на восьмой этаж и спрыгнул в шахту лифта из-за неразделенной любви. Посетители больницы соорудили на втором этаже импровизированный мемориал юноши. На стенах слова прощания и скорби. В 1990 году здесь была убита девушка. Судя по всему, маньяком, эмигрантом из Южной Америки Альберто Марина, который совершил еще несколько подобных преступлений в Москве и Ленинграде, а затем бесследно исчез спустя три года. А 28 декабря 2015 года на втором этаже основного корпуса охранник обнаружил тело повешенного мужчины. Это не было самоубийством. Руки погибшего были крепко связаны спереди. Преступление, как и многие другие, осталось нераскрытым. Больница, которая должна была спасать жизни, гораздо чаще их забирала. На столах правоохранителей до сих пор пылятся стопки дел, связанных с ховрингой. Ничем не огороженные лифтовые шахты, провалившиеся местами пол и торчащие арматуры. Все эти ловушки, как их называют сталкеры, стали причиной огромного количества несчастных случаев. О сносе больницы впервые заговорили еще в 2012 году, но тогда просто не нашли инвесторов. В 2016 на этом месте хотели построить новое медицинское учреждение, Но в итоге землю под зданием, которое много лет наводило ужас на всю округу, решили отдать под строительство жилья. Снос начался 23 октября 2018 года и продолжался несколько месяцев. За это время верхние этажи 45-метрового здания были демонтированы эскаваторами-разрушителями Со стрелами длиной в 54 и 44 метра, оснащенных гидравлическими ножницами. К февралю был полностью извлечен фундамент и произведена обратная засыпка грунта. В марте 2019 года место, на котором была легендарная больница, представляла собой чистое поле. Сейчас там уже достраивается жилой комплекс площадью почти 300 тысяч квадратных метров. И кто знает, перекинется ли дурная слава ХЗБ на новый ЖК. Ждать осталось недолго, первые жильцы заедут туда уже через год. Я надеюсь, что проклятие Ховринской больницы было уничтожено вместе с зданием. А тебе, мой юный сталкер, такой совет. Ходя по темным аварийным заброшкам, внимательно смотри себе под ноги. И никогда не оборачивайся. Хочешь больше мистических историй? Тогда подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, а в комментариях пиши, какие еще заброшенные здания с нехорошей репутацией ты знаешь. Это был Ти. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok